Всем привет! Я Женя, а это Ширли Карри. Ей 80 лет и она не вяжет носки, а выкладывает ролики своего геймплея в ютуб. Привет, детишки! Продолжим игру. Вчера меня замочили, так что начинаем снова с этого места. Недавно она опубликовала трехсотый ролик. Вот так вот. Чтобы быть таким же продвинутым, как бабуля, смотри наши новости и узнаешь, что общего между телепортацией и виртуальной реальностью, как скоро будут выглядеть глянцевые журналы и зачем компании Google шпионские технологии. Google купила компанию, которая разрабатывает систему управления гаджетами при помощи зрачка. Да-да, именно как в футуристических фильмах. Моргнул один раз, полное досье собеседника. Моргнул два раза, снял видео и тут же залил его на ютуб. Новое приобретение Google – это компания i-Influence. Покупка, скорее всего, приурочена к скорому выходу VR-шлема Daydream VR. И неподдельному интересу Google гаджетам дополненной и виртуальной реальности. Один Google Glass чего стоит. i-Influence занимается в основном технологиями, которые позволяют использовать свои зрачки в качестве контроллера. Звучит, конечно, страшновато, но появление контактных линз, в которых будут функции компьютера, не за горами. Вполне возможно, что объединив усилия, Google и i-Influence создадут нечто подобное. Даже трудно представить, как тогда будет выглядеть мир. И особенно общение между людьми, которые получат от вас всю информацию, не спрашивая, а просто моргнув глазом. Хорошо бы чего-нибудь заказать. Здесь лучшие в городе гамбургеры. Вообще, я викторианка. Ой, правда? А в своем профиле ты этого не указала. Ну, не все же я указываю в профиле. Кстати, в Google Play уже появилось специальное приложение для свиданий и общения виртуальной реальности. Программа хороша на тот случай, если у вас дома бардак. Можно не убираться, а пригласить друзей в виртуальную квартиру. Вызывается приложение MyVR. Это бесплатная программа для любых смартфонов и VR-очков. Суть приложения в том, что вы можете находиться в виртуальном пространстве, которое создаете на свой вкус. В нем можно работать, развлекаться или просто отдыхать. Это актуально для тех, кому наскучила собственная квартира, и он хочет оказаться в другом помещении, хоть во дворце. Также в виртуальный дом можно приглашать гостей, а также ходить в гости самому. Приложение уже доступно на Google Play. В ближайшее время оно будет выпущено и для iOS. Порадовало ценителей виртуальной реальности и HTC. Вместе с крупным издательским домом компания создала первый в мире эксперимент дополненного чтения. Теперь журналы от Condonast будут виртуальными, и почитать их можно с помощью программы Vive Paper. Все, что для этого нужно — шлем Vive и брошюра с кодами. Наводя на нее взгляд, пользователь превращает обычный журнал в настоящий виртуальный опыт с видео- и аудиоконтентом. В скором времени многие издательства перейдут на такой формат, а в будущем печатные версии книг и глянца могут вообще остаться в истории. Тогда и деревья будут целее, а процесс чтения намного увлекательнее. Становится виртуальной и певица Бьорк. Она всегда была немножко с другой планеты, а теперь с появлением новых технологий стала еще более футуристичной. В общем, смотрите сами. Исландская певица теперь эпатирует публику не костюмом дохлого лебедя, а новинками VR-индустрии. Исландка уже совершила турне с элементами дополненной реальности, сняла клип в формате 360, а сейчас работает над полноценным виртуальным фильмом. В киноленте певица рассказывает о женщине, которая отправилась путешествовать, чтобы собрать по кусочкам разбитое сердце. К тому же у Бьорк еще проходит и VR-выставка. Все спецэффекты звезда придумывает сама. На данный момент посмотреть на шоу можно в Монреале до 12 ноября. Если вы неравнодушны к выставкам, особенно игровым и виртуальным, покупайте билет в Питер. В культурной столице пройдет праздник киберспорта, видеоигр и косплея. В целых два дня, 12 и 13 ноября, в Питере будет проходить фестиваль GamePlanet. Гостей ждет косплей, соревнования по различным играм, а также профессиональный турнир по Counter-Strike Global Offensive с призовым фондом в 50 тысяч долларов. Одна из зон GamePlanet будет полностью посвящена VR-технологиям. На площадке представят разные VR-шлемы, VR-костюмы и аттракционы, от которых захватывает дух. Ну а тем, кто уже обзавелся виртуальным шлемом, острые ощущения можно получить и не выходя из дома. Хэллоуин уже прошел, но тема зомби еще не раскрыта. Поэтому создатели игры Arizona Sunshine подготовили обновления для HTC Vive и Oculus. До сегодняшнего момента Arizona Sunshine была доступна на Steam в тестовом режиме. И вот теперь студия Vertigo Games выпускает ее со всеми доработками, обновлениями и новыми локациями. По такому поводу студия даже сделала трейлер игры в формате 360. Arizona Sunshine — это классический зомби-шутер. После обновлений в нем будет доступно множество локаций, 25 видов оружия, а также мультиплеер. Дата релиза с полным пакетом различных опций пока неизвестна, но игру можно скачать и поиграть уже сейчас. Судя по комментариям, Arizona Sunshine даже в тестовом режиме большинству поклонникам зомби пришлась по вкусу. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и играйте в компьютерные и виртуальные игры. Это полезно и приятно. Всем пока!